МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О необходимости поиска компромисса между интересами государства и бизнеса нам рассказала Екатерина Сороковая, генеральный директор Центра международных и сравнительно-правовых исследований. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любой международный вопрос сопряжен с большими государственными рисками. Часто бизнесу хочется эти вопросы как-то форсировать, но государство действует более осторожно. И вот в таких вопросах очень важна качественная экспертиза в сфере международного права для выработки оптимального решения, которое удовлетворит и государство, и вовлечет бизнес в этот процесс. На форуме выступит более 500 спикеров, 40% из них иностранцы. Брексит должен, по моему мнению, упростить деловые отношения между двумя странами. Если раньше России нужно было договариваться с 27 странами, то теперь с одной. И нам будет легче найти общие точки соприкосновения в заключении с делом. О трендах в международном праве нам рассказала Оксана Балаян, управляющий партнер Хоган Лавлс. Мы делаем больший акцент на азиатский рынок. Например, мы услышали, что РФПИ, это достаточно уважаемая организация, создает новый фонд с японцами свыше миллиарда долларов. Это гигантские инвестиции, которые теоретически могут очень сильно помочь развитию экономики. Для того, чтобы это сделать, нужно, естественно, создать большой комплекс каких-то договоров и потом оформить все эти отношения уже контрактами. Нельзя забывать, что Япония все-таки ввела хоть и ограниченные, но санкции. Поэтому тем, кто делает бизнес в Японии, немножко сложновато. Что касается Латинской Америки, это сейчас очень привлекательный рынок, потому что таких ограничений там нет. Подход к тому, как решаются юридические проблемы, зачастую очень похож на нас. Что это отметить? На форуме в этом году учреждена премия Петербургского международного юридического форума, которая, как считают организаторы, должна стать своеобразной Нобелевской премией в области права. Редактор субтитров А.Семкин